И снова здравствуйте! Всем привет! Блендер 2.91. В этом ролике хотелось бы рассмотреть, как сделать именно анимированную воду для предыдущего именно рендера, который, надеюсь, вы уже посмотрели. Итак, информация с канала Макс Петрик. Ссылка на его канал будет опять же в описании. Также в плейлисте работы друзей и подписчиков есть его работы. Зайдите, посмотрите. Ну и опять же посетите канал, задавайте вопросы. Там есть дискорд, можно общаться, задавать какие-то вопросы, которые вам именно очень нужны. Словом, начинайте общаться. Итак, нырок в комплекте. Дом вот этот я скачал. Времени у меня нет делать вот эти дома. Ну вот, в принципе, здесь должно кафе стоять. Можно потом как-нибудь этим заняться. Так, остров. Этот уже скачанный, но можно сделать из аддона. Аддон называется. Сейчас повторю. Преференции открываем и пишем. Так, аддон. Так, add curve. Вот он, landscape. Add mesh int landscape. Ставим галочку и заходим теперь в add. Находим. Так, mesh. И находим landscape. Открываем. У нас получается здесь появляется вот такой вот остров. Здесь вот resize. Можно его поднастроить. настроить. Вот вытянуть как-то или вот транспозом. Словом, он настраивается. Ссылку на этот ролик выложу в описании. Так, вот так делать острова. Теперь, что я хочу сделать? Я хочу сделать анимированную воду. Сейчас я удалю план. Опять же, это по предыдущему ролику с канала именно Max Petrik, где я делал телевизор, как он показывал именно на стриме. И теперь, что делаем? Выбираем план. Delete. Вот у нас, допустим, какая-то обстановка уже готовая. Море можно добавить тремя способами. Опять же, ролики выложу в описании. Ну, вот этого способа у меня на канале еще нет. Shift-A нажимаем. Открываем mesh. Открываем план. Делаем плану, значит, S. Включаем цветность. Ну, в смысле, текстуры. И вот получается, типа, вот что-то напоминает воду. Теперь нужно подгрузить именно в материалах новый материал, подгрузить image текстуры и подгружаем именно текстуру MOV. Как ее сделать? Опять же, ролик в описании под этим видео. Открываем. Находим, допустим, загрузки. Файл MOV. Вариантов очень много. Этот MOV можно сделать из GIF-анимации. Просто онлайн переконвертируйте из GIF в MOV. И все. У вас, получается, GIF преобразуется в MOV файл. И MOV файл мы подгружаем. Так, теперь, что нужно сделать? Нам нужно поставить вот эту галочку. Автор рефреш. И на вот этом фрейме, вверху, поставить конечный кадр. Так, смотрим. Прописываем сначала первый кадр и локация. И прописываем, ну, допустим, последний кадр. Пишем. И локация. Включаем play. Ничего не происходит, потому что ставим вверху 15 кадров. И вот у нас вода плохо так движется. Смотрим, почему. Так. MOV включен. Здесь все авто включено. RGB формат. Первый кадр. Оффсет. Вот он дергается. Потому что у него, наверное, мало кадров. Так. Поставим ему 4 кадра. Опять же, есть анимация быстрая. Это значит G. Уменьшаем до 4 кадров. Смотрим, как работает. Да, вот это быстрая анимация. Вот такая. Не есть хорошо. Здесь ставим 4 кадра. Слишком быстро. Попробуем другую какую-нибудь именно анимацию. Ну, вот эту. Вот, которая у меня и стояла. Здесь ей ставим 12. У нее больше именно по кадровке. И здесь ставим 12. Переключаемся. Значит, это последняя локацию. G английская. Переводим на 12 кадров. И вот вы видите, что эта анимация более-менее медленная. И вот она больше как-то подходит вот к этой зарисовке типа. Ну, вот рисунок идет. Вы видите, волна от середины. Нам нужно теперь play отключить. И вот так чуть-чуть это дело можно даже растянуть. И увести вот этот вот центр за скалу куда-нибудь. Так, теперь включаем 0 на нампаде. И вы видите, как будто у нас волны. Давайте рассмотрим теперь анимацию НРК. Как это все дело здесь происходит. Вот в эти 12 кадров, в эти 12, так, можно поставить даже 15. По-моему, тут 15 было. 15 проверяем. И тут тоже. End ставим 15. Enter. Последний кадр. G. Переводим на 15. Проверяем, чтобы задержки не было. О, да, задержка есть. Значит, ставим 12 кадров. Enter. Ну вот, все мягенько идет, нормально. Отключаем дом. Отключаем, допустим, пристань бревна. Тоже отключаем, находим, где они тут находятся. Вот они. Так, ну и остров тоже можно пока отключить. Так, план тоже отключаем. И просто, чтобы выбрать НРК полностью. Так, теперь все это дело можно вернуть назад. И нужно сделать анимацию вот этому нырку. Так, тройка на нампаде. Значит, единица на нампаде он установлен. Вот вы видите, что еще море нужно поднять выше. Сейчас все это дело сделаем. И прописываем анимацию. Удаляем анимацию, значит, нырка. Полностью вот эту, наверное, Delete Keyframe. Ставим на первый кадр. И первый кадр R уводим как бы вот слегка. Он слегка будет мотыляться на волнах. Так что чуть-чуть крыло одно опускаем. И пишем I без A. Он уже у нас выбранный нырок, чтобы все не выбралось. И ставим локация и ротация. На пятом кадре это как взмах крыльев птицы. R мы его выравниваем. Так, R чуть-чуть выравниваем. Пишем I. Локация, ротация. Ну и на десятом кадре давайте чуть-чуть его, еще одно крыло опустим. Только немножко. Пишем I. Ах, пардонте, Ctrl Z. Сам сказал и сам забыл. Так, Ctrl Z. Ctrl Z. Ставим I. Локация, ротация. И проверяем. Вот вы видите, он потихоньку уходит, мотыляется. И на последний кадр первый Shift D переводим. И вот он теперь мягко мотыляется. Можно где-то какую-то часть усилить. Ну вот так выбираем G. Подводим, допустим, сюда. И вот он медленно, медленно, потом раз, быстро волна опускает его. Ну, замедление и ускорение делаем. Следом, что еще? Когда он уже нырок у нас мотыляется на волнах, нужно вот эти волны. Да, нет, они поднятые, да? Ну, чуть-чуть еще, чтобы корпус чуть-чуть скрывался. Вот так вот. Ноль включаем на нампаде. Камера выставляется, я уже показывал как. Отключаем, видимо, всех ненужных деталей. И вот у нас нырок мотыляется на волнах. Опять же, анимацию нужно подыскать более такую замедленную. Или замедлить уже MOV файл где-то в каком-то редакторе, сделать его более длиннее. А потом только сюда конвертировать и кинуть. Ну, опять же, разные варианты воды. Есть реалистичная, есть мультяшная. Там нужно искать. Запасайте куда-то в папку, закидывайте на будущее. Потому что, кто его знает, что в будущем, возможно, это все станет платным. Ну, и для работы сто раз вот это переделывать, тратить время, когда у вас должны быть папки с заготовками. Ну, вот такая штукенция. Зайдите на канал Макс Петрик и посмотрите, подпишитесь. Заходите, опять же, в Дискорд, общайтесь. Там очень много информации может человек вам дать. Все, всем пока, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok